11 мая всю страну потрясли события, которые разворачивались в Казанской школе номер 175. Сначала в здании раздался взрыв, позже с оружием туда зашёл Ильнас Голливиев. Именно так зовут 19-летнего юношу, который убил 9 человек. Более 20 пострадали. По официальным данным, стрелявший ранее был учеником в этой школе, но отношения с преподавателями и одноклассниками у него не сложились. Психолог Наталья Мышова обратила внимание на поведение молодого человека и агрессию в отношении родителей на видеодопросе. Возможно, не было у родителей контакта с сыном. Не было. Возможно, он был вынужден своей проблемой, своей сложности решать самостоятельно. И плюс ещё, что хочу сказать, что вот такие психиатрические отклонения, они развиваются постепенно, подспудно, незаметно. Возможно, что всё это зрело, потому что, ну, как мы знаем, да, специалисты знают, что дебюты психиатрических заболеваний, они как раз бывают в возрасте где-то с 17 до 24 лет. Обсуждая инцидент в соцсетях, многие предположили, что травли и неудачи в школе могли спровоцировать парня на своеобразный акт мести. По мнению психолога, это могло стать не главной причиной, а лишь одним из факторов. Ведь у многих подростков можно заметить вспышки ненависти к учёбе и сверстникам. Но фразу, брошенную дома один раз, не стоит путать с долговременными изменениями психики. Ситуативная злость – это нормальное явление, тем более в подростковом возрасте, когда психика нестабильна, когда вот эти гормональные перепады. Я всегда подчёркиваю, что очень важно быть в доверии к ребёнку, чтобы ребёнок доверял. А для этого нужно с ним взаимодействовать. Если родители, допустим, заметили какую-то странную агрессивность, такую, которая уже тянется на протяжении какого-то времени, не вот ситуативную, конфликт в школе, что-то с учителем не заладилось, с ровесниками и так далее. А если это вот таким прям фоном идёт, и ребёнок даже при анализе, при взаимодействии, при обсуждении, он даже сам не может объяснить, что происходит, на что. Ну вот на что ты злишься? Да, уж как-то сам не понимаю. В таких случаях нужно обязательно обращаться к специалистам. Стресс, буллинг в школе, плохие отношения с родителями, психические расстройства. Всё это в совокупности могло дать такой результат, как у Ильна Заголевиева. Окончательные выводы в любом случае будет делать судебно-психиатрическая экспертиза. Почти сразу после казанского инцидента губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях региона, провести проверки. Мы решили спросить у саровчан, какие меры, по их мнению, могут быть эффективны в предотвращении таких трагедий. Если человек, например, психически нездоров, то он должен лечиться. А у нас психиатрическая служба, увы, практически развалена. Хорошая охрана. А не бабушки, чтобы сидели и нажимали на кнопки. Училить охрану, чтобы доступ не было никому посторонним в школу. К счастью, в нашем городе подобных случаев нападений не было. Психологи всё же советуют родителям почаще говорить с детьми. Нужно научить их, что в случае вооружённого нападения идти на контакт с преступником ни в коем случае нельзя. Им движут животные инстинкты. Попытаться поговорить или успокоить – тоже, что лезть на рожон. Саровчане решили выразить свои соболезнования и почтить память погибших стихийным мемориалом на лестнице «Миру мир». Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.